Последний Гайдаровский форум был полон пессимизма и признания чиновниками собственного бессилия. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что дела у нас плохи, бюджет надо сокращать. Мало того, что мы отказались от планирования на три года вперед, свели все к одному, спешно приняли бюджет 2016, так теперь и его надо урезать на 10%. А между тем, в марте пройдет Московский экономический форум, который может предложить новый экономический курс и его реализация позволит не скатиться в 90-е, а сделать уже 2016 год поворотным во всех отношениях. Своим экспертным мнением об этом с накануне ТВ поделился глава ассоциаций «Росагромаш» и «Новое Содружество» сопредседатель МЭФ Константин Бабкин. Роль цены на нефть и влияние этой цены на нефть, на экономику России сильно переоценивается. Там львиная доля разговоров шла именно вокруг этого. Потом борьба с инфляцией, которая у нас тоже является стернем экономической политики, это не может служить основой для принятия основных экономических решений. Ну они, наверное, работают, борются с этой инфляцией, но в результате этой борьбы гибнет реальная экономика и инфляция, кстати, только растет. Это видимость работы или, я бы сказал, что это вредная такая работа? Константин Бабкин говорит о несостоятельности решения экономического блока. Рецепты, которые предлагают нам так называемые либералы, еще больше усугубят ситуацию в экономике. И среди прочих выступлений эксперт особо отметил заявление Германа Грефа. Выступление Грефа – это вообще что-то с чем-то, как я вам сказал. Ну вот мы страна дауншифтер, но причина этого состоит в том, что вот такие господа, как Греф, уже лет 25, наверное, вот эти гайдаровцы руководят. У нас в экономике они, и вот они собираются приносить этот клет здесь дальше, поскольку эти рецепты, которые они предлагают, они потащат страну дальше вниз. И тут важно понимать, что альтернатива гайдаровской политике и в России есть. В марте соберется Московский экономический форум, который призван предложить конкретные и реалистичные пути выхода из кризиса и становления страны на путь позитивного развития. Вот у нас уже четвертый форум будет, но он будет посвящен, в принципе, той же самой теме, что это ведущие три кризиса, существующие экономической политики и продолжение позитивного пути развития, ведущие очередного периода такого бурного роста. Ну и одним из титулов будет то, что это наступит год юбилейный, 25 лет гайдаровских реформ в России, которые как начались в 1991 году, так до сих пор продолжают. Будем подводить итоги этих реформ и говорить уже, что, в принципе, 25 лет это вполне достаточно для эксперимента. Ранее МФ начал сбор подписи под Хартией-2016, призывающей к смене экономической политики в стране. В этот раз она может получить свое развитие. Константин Бабкин уверен, если все сложится удачно и Хартия будет принята к реализации, то 2016 год может стать поворотным годом. Ну, сейчас вот идет согласование окончательно этой Хартии. Ну, естественно, в марте будем эту Хартию еще раз озвучивать. Хартию надо как раз поднять на форуме и на пленарном заседании обсудить и уже официально предъявить позицию основных участников форума. Моё предложение состоит в том, чтобы этот форум запомнился у всех, как форум, который выявил вот эту четкую позицию. Предложил Хартию, как такой общественный документ о современном этапе развития. Если бы посовершится вот такой вот позитивный поворот, то 2016 год, ну, может войти в историю, как год уже начала такого бурного роста, периода новой индустриализации. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok